ЖРЕБИЙ Зоркина улыбка пропала. Он что-то понял. Посмотрел на камень и Лену в глаза. И повторил. Лен, ты чего? Лен выпустил обломок. Тот, падая, ссадил ему кожу на косточки. Лен не шевельнулся. Тяжело сказал. Я знаю, кто ты. Зорка сел прямее, глаз не отвел и бросил отчужденно. Лена. Ну и что? Я не скрывал, что я за Йосов? Ты не просто за Йосов. Ты сам Йос. Ну и что? Ты не просто Йос. Ты гонец. С делом особой важности. Ну и что? С каждым «ну и что» зорко ощетинивался все больше. Глаза выбрасывали синие иглы. Коленки и локти торчали, как шипы. Каждая жилка напружинилась. А Лен наоборот, обмяк. И сказал с бессильной сумрачностью. Ты не должен был мне доверять, потому что я тоже, только с другой стороны. Господи, что я говорю? Это же нельзя. Зорко тоже обмяк. Приподнялся и опять сел. На корягу. Она качнулась. Зорко чуть не упал. Махнул руками, словно схватиться хотел за пустоту. И была в этом движении такая беспомощность. Но страха в глазах не было. Он опять глянул прямо и спросил шепотом. — Почему же не убил? Лен постарался разозлиться, чтобы за счет злости вернуть твердость. — Я, по-твоему, кто? Наемный бандит? Солдаты не могут убивать спящих. — Ох уж, не могут. — Да. — А ты, значит, солдат? — А ты, разве, нет? — Я не знаю. — Разве ты не давал клятву? — Я... да. Да, я обещал, конечно. Но я не хотел быть военным. — Не важно, кем ты хотел. Важно, кто ты есть. Лен снова попытался разозлить себя. А Зорко смотрел вроде бы спокойно. И сказал без выражения. — Ты же хотел ударить. — Не важно, что я хотел. Важно, что не ударил. — Это действительно важно, — согласился Зорко. Грустно и с капелькой насмешки. Да, страха в нем не было. И злости тоже. Стало ясно. Зорко просто не верит, что Лен может сделать ему плохое. Лен скрижетнул зубами. — Ты дурак, да? Не понимаешь, что это всерьез? — Нет, я понимаю. Зорко опустил голову. Большим пальцем ноги шевелил на песке полосатый каменный окатыш. — Тогда слушай. Мы же не сможем переубедить друг друга, перетянуть на свою сторону. — Не-а. Зорко еще ниже опустил голову. — Тогда остается, что... — Что? Зорко быстро глянул из-под лоби. — Когда встречаются солдаты двух армий, они воюют. Честно. Лицом к лицу. — Лен, я не могу с тобой воевать. Ты сильнее. Я даже убежать не могу. Я вчера пятку наколол. Вступать больно. Зорко виноват улыбнулся, словно речь шла об игре. — Ты ничего не понимаешь, — с отчаянием сказал Лен. — Нет, я понимаю. Зорко сел прямо и посмотрел прямо. — Лен, выхода нет, да? Один должен умереть? — Как он просто об этом. — Да, Зорко. Это прежнее Зорко вырвалось неожиданно. Лен даже испугался, а Зорко вдруг заплакал, не морщась, не опуская лица. — А вот реветь — это уже зря, — грубо сказал Лен. — Ничего от слез не изменится. Мне, между прочим, так же страшно, как тебе. Зорко голой рукой вытер под носом. — Я не потому, что страшно. Обидно. Все было так хорошо. — Да, а теперь плохо, — согласился Лен с горьким злорадством. Не хватало еще разреветься и ему. Зорко встал. Худой, обгорелый на солнце, решительный. К его ребрам прилипли сухие прядки водорослей. — Что же нам делать, Лен? — Я возьму в музей кремневые пистолеты, стащу у старика пригоршнем пороха. — Вместо пуль загоним в стволы круглые гальки. Разметим дистанцию, как на дуэли. Зорко грустно помотал головой. — Лен, я не умею стрелять из настоящих. Ну, я сумею нажать, но все равно не попаду. Ты не попадешь в меня. — Это почему? — А почему не смог ударить камнем? — дерзко напомнил Зорко. — Это совсем другое дело. А сейчас все будет по-честному. — Ничего не будет. Я промахнусь, и ты промахнешься, — уверенно сказал Зорко. Теперь он прищуренно смотрел мимо Лена, куда-то в море. — У тебя дрогнет рука, да и порох у старика крепко заперт. — Это правда. Правда, что порох не добыть, и что дрогнет рука. — Что же нам делать? — угрюмо сказал Лен. — Я не знаю. — А может, ничего не делать? — Взять Зорко за руку и уйти в дальние края, по лесным дорогам, туда, где нет никакой войны. А где ее нет? Лен толчком отодвинул прочь эту мысль, предательскую и трусливо, за которую его наградили бы презрением все, в том числе и этот, умытый слезами Зорко. Лен вспомнил знамена гвардейской школы, вспомнил кортик генерала, — вспомнил торжественный марш, который барабанщики играют в честь героев. — Я знаю. Мы бросим жребий. Кто вытянет короткий стебелек, прыгнет со скалы на камни. Понял? Зорко вздрогнул в ответ. Взглянул наверх. — Не с этой, — сказал Лен. — Здесь не очень высоко. Вон оттуда. Он затылком показал назад, где изгибался в сторону моря желтый каменный рог высотой с пятиэтажный дом. Под ним было нагромождение ракушечных глыб. — Там уж наверняка. Я даю слово, что исполню жребий. А ты? — Хорошо. Зоркина «хорошо» прозвучало очень уж обыкновенно. Может быть, Зорко просто устал от всего этого. Лен, по крайней мере, устал. Даже спать хотелось. Зорко обошел Лена и, прихрамывая, двинулся к тропинке. Они поднялись на каменные зубцы. Слева была крепость, справа дамба через пролив и белый праздничный город. Слышен был многоголосый шум рынка, звон колоколов, музыка. А впереди было очень синее море. Скала острым треугольником вдавалась в эту синеву. Туда, на самую оконечность, тоже вела тропинка. Зорко глянул вопросительно. Лен нагнулся, сорвал два сухих стебелька. Грело солнце, трещали кузнечики, и горьковато пахло травой конская грива. — Вот, смотри, длинный и покороче. Кто будет держать? — Держи ты, — еле слышно решил Зорко. — Ты мне доверяешь? — Конечно, — слегка удивленно сказал Зорко. — Тогда вот, тяни. Зорко прислонил к плечу голову, согнутым мизинцем почесал подбородок, вздохнул и потянул. — Короткий. У Лена колотилось сердце. Он съежил плечи и отошел на несколько шагов. Оглянулся через плечо. Зорко тоже смотрел через плечо. На него. На Лена. — Лен. — Что? — Там, под правой пушкой, под лафетом, плошка с сухими кузнечиками. Я собрал для Тиви. Ты отдай ему. — Ладно. — Лен. — Что? — Ничего. Зорко поддернул трусики и побежал к обрыву по тропинке, сильно работая локтями. Там, у края, он вдруг остановился, почесался ухом о поднятое плечо и прыгнул вниз. Что сказала судьба? Это словно не он прыгнул, а сам Лен. Все в Лене оборвалось, как при жутком падении во сне. И со всех сторон хлынул штормовый гул. Со свистом и режущим звоном. Лен сел на корточке, обхватил голову, а шум сменился пронзительной тишиной. И летел сквозь эту тишину откуда-то из дальней дали тонкий умоляющий крик. — Лен! Помоги! Лен! Лен метнулся к обрыву. Зорко висел в метре от кромки, цепляясь за выступающий камень. Как бедняга успел развернуться в первый миг падения? Беспомощно болтал ногами, извивался, лицо было запрокинуто. — Лен! Лен упал на кромку грудью. Отчаянно потянулся, вцепился в тонкие Зоркины запястья. И вдруг вспомнил, как они Зорко вытягивали на памятник Динку. — Держись! Цепляйся коленом! Он вытянул Зорко. Оба лежали, уткнувшись лицами в жесткую траву. Дышали со всхлипами. Наконец Зорко выговорил, не поднимая головы. — Думаешь, я испугался? Лен молчал, потому что так и думал. — Я... Просто я не успел сказать. Я не хотел так сразу. Лен, я знаю, что хотел. — Что? — Помнишь, мы придумывали сказку про месяц. Я сочинил конец. Обидно, если никто не узнает. Я сперва тебе расскажу, а потом уж... — Иди ты со своим месяцем. — Лен, я зажмурюсь, а ты меня толкни, ладно? — Дурак. — И зачем мы только встретились? Это Зорко спросил с такой тоской, что Лен дернулся, как от ожога. И сел. — Затем, чтобы помешать друг другу, мы воюем, ты и я. И наши страны. Мы дали клятву. — Я понимаю. Зорко тоже сел. — Но ведь мы же могли и не встретиться. Ну подумай, меня там могли оттолкнуть, и я не забрался бы на памятник. — Это же вот такой случайный случай. Он поднял к лицу два сжатых пальца, словно держал букашку. — Это судьба, — тяжело сказал Лен. — А если она ошиблась, эта судьба? Тоже споткнулась, как я на площади. Я же просто споткнулся, и меня тогда прижали к памятнику. — А если и правда? Это было послабление себе, своей совести и, наверное, даже отход от гвардейской клятвы. Но вдруг судьба и правда споткнулась. — Ты понимаешь, что говоришь? Если мы разойдемся, то каждый принесет противнику громадный вред. Я твоей стороне, ты моей. — Понимаю. Но, может быть, твой вред обезвредит мой. И наоборот. Ведь так бы и было, если бы я там не запнулся. — А как мы узнаем? — беспомощно спросил Лен. — Что? — Ну, что судьба споткнулась, случайно. — Пусть она и подскажет. — Снова жеребий, что ли? — Конечно. Но если она скажет, что нет, тогда уж я прыгну. Правда. — Никуда ты не прыгнешь. Ты просто дашь слово, что не пойдешь к своим. И про меня не скажешь никому. Уйдешь куда-нибудь подальше, где не найдут. — Ага. И всю жизнь быть дезертиром? И эта штука будет сидеть в голове и напоминать? — Он хлопнул себя по лбу. — Наверное, у него в памяти такая же схема, как у меня. Похоже. Тот же способ зашифровки. Лен встал. — Пошли. — Куда? — Жеребий должен быть самой точной. Не травинки. Чтобы судьба не ошиблась снова. Старик встретил их на площадке. — Где же это вы, господа, гуляете? В голом виде и без завтрака. И где вы так и сцарапались? — Лен торопливо сказал. — Дедушка Август, у вас есть бумага и карандаш? — Что за вопрос? Я же все-таки доктор наук. Старик вытащил из брючного кармана блокнот для записи поправок хронометра. В блокнот был вложен плоский фломастер. — Можно листик? Лен схватил вырванный лист, разорвал на два, на четыре, на восемь квадратиков. — Дедушка Август, напишите на одном «нет», а на другом «да». — Зачем это? — Мы играем, — сказал зорко. — У нас получился спор, и судьба должна решить, да или нет. А про что? Пока тайна. Он говорил так живо, будто и правда игра. — Ну, играйте, играйте. Только не забудьте к обеду начистить картошки. А теперь отойдите, не подглядывайте. — Ладно. — Почему-то обрадовался зорко. — А вы скатайте бумажки в шарики. Лен, идем. Они отошли на пять шагов, встали к старику спиной, а тот сказал через полминуты. — Готово. Два бумажных шарика лежали на стариковой ладони. — Вот. Кто будет тянуть? — Нет, не мы. Лен схватил шарики. — Тиви-тиви-тиви. Хохлатый тиви тут же оказался рядом. Лен сел на корточки. — Тиви, смотри, две бумажки. Какую клюнешь? Ну? Тиви, кажется, ощутил важность момента. Постоял с головкой на бок, подумал, потом нерешительно взял в клюв катышек и побежал. — Эй, стой! — Зорко бросился следом. — Отдай! Тиви прыгнул на парапет. Дальше случилось непонятное. Петушок взлетел, затрепыхался в воздухе, закрякал, будто его подстрелили. Снова прыгнул на площадку и побежал к дремлющему румпелю, словно искал у него защиты. Но тот не увидел никакого врага. Добродушно замахал хвостом. — Что это с птицей? — удивился старик. — Бумажку уронил. Теперь не найти. Чуть не заплакал Зорко. — Разве это беда? Разверни другую. Если на ней да, значит, на той было нет. Или наоборот. — Ой, правда! Лен, разверни! — Стойте! Вы меня не дослушали. Старик Август сжал бумажку в кулаке. — Имейте в виду. — Выигравшим считается тот билетик, который вы развернете. А тот, что потерял Тиви, проиграл. Что упал, то пропало. Такое у этого жребия правило. Я его помню с детства. Лен посмотрел на Зорко. — Согласен? Тот зажмурился и кивнул. Лен непослушными пальцами сжал бумажный комок. Твердыми синими буквами судьба признала свою ошибку. — Да. — Субмарина. — День прошел, как обычно, только молчаливее. Зорко сортировал раковины. Зачем они ему? Потом вдруг бросил с обрыва большую раковину камин. Лен рассеянно играл с Тиви. Петушок подбирался и норовил клюнуть большую веснушку на запястье. Лен притворялся дремлющим, а потом подскакивал. — Вот я тебя! Тиви взъерошенно подлетал и удирал. Но все это было без веселья, механически. Забежала ненадолго Динка. Поглядела на Зорко, на Лена. — Вы поссорились, что ли? — Просто на солнце перегрелись, — буркнул Лен. — А я Ермилку потеряла. Вторые сутки его нет на прудах. Неизвестно, где свищет. А бармот такой. — Неужели она думает, что Лен и Зорко вправду верят в мальчишку-невидимку? А может, так заигралась, что сама верит в свою выдумку? — Чтобы когда приду снова, оба были веселые, понятно? — Так точно, ваше превосходительство, — вздохнул Лен. — Завтра не будет здесь ни его, ни Зорко. Оба должны уйти вечером. Лен ушел первым. Рано еще было, но не хватало уже сил тянуть время. Старику Лен ничего не сказал. А Зорко... Тот сидел на парапете и смотрел в море. Лен выговорил ему в спину. — Зорко, прощай. У Зорко под зеленым широким воротником шевельнулись лопатки. Он спросил, не оборачиваясь. — Мы ведь больше не увидимся в жизни, да? — Да. — Ну, прощай, — полушептом сказал Зорко. Так и не оглянулся. Лен до темноты болтался по улицам, по Приморскому бульвару, где играл оркестр и трещали фейерверки. Ближе к назначенному сроку пришел в район Старых Причалов. Старая катерная пристань была в их ряду. К ней сквозь чащу-то Мариско вела кривая лестница. Над ней — желтый фонарь. Когда-то здесь швартовались каботажные парусные шхуны. С той поры остались на берегу врытые вверх жерлами старинные пушки вместо причальных тумб. Лен в сумраке отыскал глазами ту, которая нужна. И стал ждать. Было пусто. По берегам бухты громоздились ярусы огней, в воде плескались их отражения. Но здесь был кусочек иного мира. Пахло гнилыми сваями и просоленными старыми бочками. Городские часы разнесли над водой и берегами двойной получасовой сигнал. Он был слышен во всем Льчевске. И сразу у пушки возникла закутанная сгорбленная фигура. Или пристанской сторож, или... Лен, посвистывая, пошел мимо этой фигуры, от лестницы к настилу пристани. И человек негромко окликнул его. — Сублейтенант Бельвский? Лен замер, спросил, не оглянувшись. — Разве я уже сублейтенант? — Да, если вы Бельвский, Леонтий и Альберт. — По-моему, я еще не сделал того, за что обещано звание. — Уверен, что теперь уже ничто не помешает вам сделать это. Вы почти у цели. Прошу следовать за мной. Закутанный человек нарочито сутулился, но голос был молодым. Лен послушно двинулся за проводником. Прогнившие доски на стилу хлопнули по воде. Проводник выпрямился, откинул капюшон. Лица все равно не было видно. Однако блик от дальнего фонаря блеснул на лаковом козырьке и золотом в шнуре фуражке. Офицер. — Виноват. Честь имею представиться. Имперского флота лейтенант гвардейского экипажа Кронин. Лен в ответ сдвинул сбитые каблуки и наклонил голову. У причала подрагивала на мелкой зыбе почти неразличимая надувная лодка. — Прошу садиться. — Благодарю, лейтенант. Раз оба офицеры, можно не добавлять господин. Лодка закачалась. Лен взмахнул руками, быстро сел, спросил, чтобы загладить неуклюжесть. — Долго будем идти? Он помнил, что моряки не говорят плыть. — Сорок минут, сублейтенант. Возьмите плащ на воде прохладно. — Благодарю. — Что ни говорите, а приятная вещь — офицерский этикет. Честь имею представиться. Прошу следовать. — Да. Офицеры, соль земли, аристократы духа — это всегда внушали юным гвардейцам школьные наставники. И были, конечно, правы. Жаль, что в этом благородном обществе Лену оставалось быть недолго. Или уже не жаль? — Жалей, не жалей. Выхода нет. Если не станут задерживать, уйдет сразу, как передаст запись. Если сразу не получится, тогда при первой возможности. Возвращаться в школу нет смысла. Рапорт он отправит по почте. — Настоящим доношу, что... Нет, не так. Надо по-офицерски. Честь имею доложить, господин генерал, что больше не считаю возможным находиться в составе вверенной вам гвардейской школы. Вынужден отказаться от звания сублейтенанта и чести носить обещанный вами кортик. Смею обратиться с единственной просьбой. Сообщите воспитанникам школы, что мое исключение было лишен сценировкой, вызванной условиями особого задания. Честь имею, господин генерал. — А имеешь ли ты честь? Ты отпустил врага, который оказался у тебя на дороге. — Потому что я не убийца. Мы оба поступили честно, предоставили жребий судьбе. Это потом. А сперва был другой жребий. Вот тогда-то в самом деле все было честно, по-солдатски. Если бы короткий стебелек выпал тебе, ты прыгнул бы со скалы? — Я? — Наверное, да. Куда деваться-то? — А тот струсил. — Он маленький. Он солдат. — Он не так уж и струсил. Он потом прыгнул бы, если бы мы не решили спросить судьбу. — Чушь это. Такая судьба. Индейка. Вернее, глупая водяная курочка. Первый раз там была настоящая судьба. Ты не должен был спасать зорка. Сидеть и слушать, как он зовет. Значит, я убил бы его. А клятва. А воинский долг? А зорка. Я полюбил его как брата. А старик говорил, что Бог — это любовь. И в древних книгах написано так же. Ну и что? Разве можно убивать Бога? Пускай даже из-за воинского долга. А империя? К ней у тебя нет любви. Лен прислушался к себе. Есть любовь к империи. Что такое вообще империя? Бронзовые драконы на знаменах. Высокий, в полный рост портрет его величества в парадном зале. Книги о подвигах славных полководцев. Щемящий душу марш офицерского полка «Черные кавалергарды». Да, это он любил. По правде. Но я не знаю, что важнее. Любовь к империи или любовь к брату? Тогда ты не гвардеец. Вот поэтому я и ухожу из школы. Сделаю, что должен, и уйду. Так мне и надо. Лодка подпрыгивала на маленьких гребешках. Тихо урчал мотор. Береговые огни бежали назад и становились все реже. По берегам громоздились темные склады и цистерны. Мерцали на рельсовых стрелках синие фонарики. Лейтенант вел суденышка в какую-то глухую бухту. Лен кутался в его плащ и думал. Думал. И вздрогнул. Резиновый нос уткнулся в плавучий бак. Похоже, что из воды торчала железная бочка с откинутой крышкой. — Прошу, сублейтенант. Оказалось, не бочка, а люк полупогруженной маленькой субмарины. Внутри было уютно, только непривычно пахло чем-то вроде нитроклея. Лейтенант и пожилой старшина в берете усадили Лена в узкое кресло в закутке между изогнутыми разноцветными трубами. Дали термос с горячим какао. Хлопнула крышка. Мелко задрожала переборка. — Кажется, погружаемся, — подумал Лен. И вдруг вспомнил сказку про месяц. Как он, этот месяц, погружается в океан и плывет под водой к другому берегу, чтобы там опять выбраться в небо. Плывет, как эта маленькая субмарина. — Интересно. Какого она цвета? Может быть, желтая, как месяц? Есть модная песенка про желтую субмарину. У Лена завертелась в голове мелодия. В школе такие песенки не одобрялись. Начальство считало, что воспитанникам полезнее марши и торжественная увертюра. Но все же нынешняя музыка в школу просачивалась. Ведь не отберешь у всех подряд транзисторы и плееры. Если вспомнить по правде, вовсе не было в гвардейской школе стопроцентной уставной чинности. А было всякое. И анекдоты, от которых с непривычки полыхали уши. И самовольные отлучки старших курсантов к девицам. И тайное приставание больших воспитанников к маленьким. И ночные пиршества в спальнях, когда крепко спит под выпивший дежурный унтер. Просто все это забывалось, когда под торжественный бой барабанов выплывали на правый фланг знамена. Все в тот миг казалось неважным, кроме одного — готовности к геройству. Лена качнула. Субмарина замедлила ход. Замерла. Затем урчание воды в шлюзе, мигание плафона, толчок воздуха из открывшегося люка. — Прошу, сублейтенант, оставьте плащ в кресле. Бетонная камера, ведущий вверх коридор. Еще коридор. Все светлее и шире. Ковровая дорожка. Овальная дверь. Туннели. Зорко ушел, крадучись, когда солнце было у горизонта. До товарной станции он добрался на автобусе. На стрелках уже горели огни. Знакомый путь. Рельсы, вагонные колеса, камни, колючки. Когда ему еще там, в интернатском городке, объясняли эти сложности, как добраться, отыскать подвал, дождаться, когда появится капсула с запиской, Зорко спросил с удивлением. — А зачем все так, будто в шпионском кино? — Прямо игра какая-то. Лысый добродушный инструктор, который заведовал креслом и шлемом ЭГШ, с удовольствием согласился. — Именно как в фильме. Именно как игра. Ты отлично это подметил. Лишь такой способ не придет в голову противнику. Если кто-то что-то заметит, решит, мальчик просто играет. Все другие каналы связи под угрозой перехвата. — А когда вернусь, меня точно поселят в гарвичи? — Мальчик, мы же договорились. Если не хочешь в лице или военную школу, выберем тебе семью с приемными родителями. Они будут любить тебя как родного. — И пусть будет брат или сестра. Лучше брат, старший. — Как скажешь. Хорошо, когда есть старший брат, заступник. Был бы он здесь, в интернатском городке, никто бы не дразнился, не приставал. Но брата не было, и жизнь была не сладкая. Он часто плакал, вспоминая родителей, а плакс в интернате не любили. Потом, правда, научился он притворяться. Только на школьных занятиях он отводил душу, на уроках прикладной стереометрии и в компьютерном классе. Изображения фантастических пространств, зорко называл их многоглубинные, послушно изменялись и перестраивались даже не от нажатия клавиш, а просто по мысленному приказу. Конечно, это заметили. Директор шахала. Какой своеобразный ребенок! А однажды... Сперва сказали, надо съездить в поликлинику, проверить внутричерепное давление. Ты ведь жаловался, что плохо спишь. А там этот, лысый, веселый. Звали его просто и односложно. Майкл. Зорко все понял очень быстро. Да, он готов помочь славной повстанческой армии Йосеф. Да, он понимает, что борьба за свободу — великое дело. Борьба с теми гадами, из-за которых погибли мама и папа. Не думайте, что я такой уж плакса. Если надо, я выдержу. Я могу пять секунд продержать ладонь над свечкой на спор. Ты — храбрый мальчик, Зорито. Недаром ты сын поэта Зора Данка Коржича, подарившего Йосефу такую славную песню. Мы веками решаем с врагами наш спор. Ничего не дороже свободы и гор. Зорко проглотил гордую слезинку. Но ты должен запомнить, Радослав Зор Коржич. Теперь ты не просто мальчик. Ты повстанец. Ты выполняешь важнейшее задание. Ты готов дать клятву? Да, господин Майкл. Зорко показалось на миг, что на нем не казенные интернатские брюки и курточка, а шитая серебром форма легендарных горских волонтеров. Тогда подпиши эту бумагу. В этот раз Зорко не боялся крыс. Вернее, просто не думал о них. Он думал о городке Гаровича, где однажды он был с мамой и папой. Городок был старинный. Крутые арки каменных мостов над ущельями. Древние церкви. Тяжелые башни и зубцы Желтой крепости. Черепичные острые крыши. Ленивые кошки, спящие прямо на брусчатых мостовых. Сказка и покой. Гарвич лежал высоко в горах. Имперская пехота и танки никогда не доберутся туда. На горных дорогах заслоны йосских отрядов. Йоссы — прирожденные лыжники и стрелки. Об этом есть тысячелетние легенды. Еще никто не мог завоевать йоссов. А бомбить Гарвич имперские самолеты не посмеют. В городке мирные жители будет международный скандал. Хотя даже интернатский городок один раз обстреляли ракетами. Потом говорили по ошибке. Приняли, мол, за Йоссскую военную базу. Зорг тогда держался молодцом. А его обидчики верещали и отпихивали друг друга от тесной двери в убежище. — Да не ври. Не был ты молодцом. Тоже чуть не напустил в штаны. Но все же не пищал и не лез вперед. А Гарвич, может, и не тронут. По крайней мере, хотелось так думать. И казалось зорким, что там притихнет его тоска. Особенно, если найдутся добрые люди и возьмут в свой дом. Особенно, если будет брат. Особенно, если такой, как Лен. Не надо про Лена. Сразу слезы к горлу. Но все же хорошо, что они расстались не врагами. Но и не друзьями. И главное, расстались. Навсегда. Зорг всхлипнул и полоснул по воде снятыми сандалиями. Скользкая гадина коснулась ноги. В свете фонарика блестящее крысиное тело метнулось зигзагом. Все равно не страшно. Вот и труба с вентилем. Было написано, что здесь надо ждать. — А вы слегка задержались, Родослав Зор Коржич. Мы уже стали тревожиться. Ну, ничего. При первом слове Зорка вскрикнул от неожиданности. Человек в сером камуфляже и почему-то в такой же пятнистой маске. Выступил из темноты. — Не бойтесь. Маска — это дань инструкции. Пошли. Зорка вышел из воды на гранитные ступени. Дальше была узкая дверь, полутемный коридор. Он уходил во мрак. На полу узкие рельсы. На рельсах круглый вагончик со светящимися окошками. Откинулась изогнутая дверца. — Садитесь, Зор. И помчались. По каким-то туннелям. Возможно, по катакомбам, вырытым в толще полуострова еще в древности. Затем остановка. Вышли из вагончика и снова двинулись по коридорам. И, наконец, серая комната, офицеры, кресло, шлем. Очень хотелось спать. Конец пути В низкой комнате был очень свежий воздух. Пахло даже луговой травой. Но окон не было. Стены затянуты серой замшей от пола до потолка. На одной стене громадная карта империи и пограничных областей. На фоне карты стоял обширный письменный стол. За столом сидел человек в пятнистом комбинезоне с полевыми генеральскими погонами без звезд. Когда Лен и лейтенант вошли, генерал стал подниматься из-за стола. Он был очень высок и поднимался медленно, словно распрямлялась громадная складная линейка. Прическа у генерала была гладкая, с пробором, как у старика Августа. Но лицо непохожее. Длинное, с мясистым носом и чуть оттопыренной губой. Лейтенант тихо вышел. Генерал выбрался из-за стола и по журавлиному прошел клену. Заговорил неожиданно высоким голосом. — Соб-лейтенант Бельский душевно рад. Он протянул длинную, очень узкую ладонь. Лен встал на вытяжку, наклонил голову и протянул свою руку. Генеральская ладонь была теплая и мягкая, как... Наверное, как коровий язык. И такая же влажная. Кажется, этикет требовал что-то сказать. — Господин генерал, прошу простить, что представляешь в таком виде. — Хм, пустяки, друг мой. Вы были вынуждены. Первое, что требовалось бы вам, — это ванна, форма и ужин. Однако обстоятельства. Сначала мы вынуждены были оттягивать это дело, а теперь время не терпит. Вы в силах предоставить информацию немедленно? — Да, господин генерал. — Чудесно. Штабс-капитан? — Угол комнаты был отгорожен ширмой, похожей на медицинскую. Из-за нее вышел невысокий и пухлый офицер с носом пуговкой, с круглыми щечками, в мундире со складками на животе. Мундир был неизвестной принадлежности, с пуговицами, обтянутыми тканью. — Слушаю, господин генерал. — А, чего там слушать? Видите, сублейтенант готов. — Я тоже. Штабс-капитан одним движением собрал ширму-гармошку. За ней оказалось кресло со шлемом. В точности такое, как там. И тумба с телемонитором. Экран был чуть ли не метровый. — Прошу. В жесте штабс-капитана было что-то парикмахерское. Леон внутренне поморщился, но подошел и сел без возражений. Шлем охватил голову мягкой прохладой. Тоже знакомо. Голова сразу как бы разрослась в громадный пустой шар. В этой пустоте зажужжали невидимые щекочущие мухи. И стали видимыми. Не глазами, а внутренним зрением. Превратились в желтые шарики, между которыми выросли разноцветные линии. Эти линии выстроились в знакомую пирамиду, похожую на конструкцию очень сложной молекулы. Шарики один за другим срывались и гасли в пространстве. Так запись уходила в память приемного устройства. Леон бездумно сидел с открытыми глазами. И краем глаза видел экран, где разрастался сложный рисунок, похожий на гребень с зубцами разной длины, напротив другого гребня, который был неподвижен. Потом гребни соединились. Зубцы одного между зубцами другого. Хитрая мозаика заняла весь экран и засветилась какими-то особыми, торжествующими красками. А в голове у Леона погас последний шарик. Исчезли все линии. Леон чувствовал великое облегчение и такую бодрость, будто надышался свежим воздухом после грозы. Пропала всякая усталость. До капли. «Нос!» — нетерпеливо сказал генерал штабс-капитана. Штабс-капитан снял с Леона шлем и отозвался неторопливо. «Вы же сами видите, господин генерал. Полное совпадение. То, чего мы ждали, можно сказать, с замиранием души». «Вы уверены?» «Так точно, господин генерал. Сто процентов. Ну, или, может быть, девяносто девять и девять. А тут, на нижнем зубце, крошечный зазор. Скорее всего, просто дефект лучевой трубки. На практике это не играет ни малейшей роли. Я думаю...» В мягком тоне генерала проступило ребристое железо. «Привилегию думать я на сей раз оставляю себе, штабс-капитан. Вам же следует немедленно доставить сюда того, второго, для перепроверки». «Слушаю, господин генерал. Только он, наверное, уже спит». «Что?» «Виноват, господин генерал». Штабс-капитан мягким прыжком достиг стены карты. В карте, расчерченной на квадраты, открылась дверь. Штабс-капитан улизнул в нее с проворством, похвальным для его полноты. Генерал сказал слегка ворчливо. «Пересядьте в другое кресло, голубчик. Минутная задержка. Хочется, чтобы без малейшей задоринки. Слушаю, господин генерал». Лен пересел в кресло у входной двери. Оно было глубокое, податливое. Лен откинулся и глазами отыскал на карте полуостров. Даже издалека был виден неправильный многоугольник Ильчевска, расчлененный глубокими бухтами. Где-то там, у кромки открытого моря, островок и крепость. Может быть, сейчас в крепости Динка? Дверь в карте открылась опять. Штабс-капитан шагнул из нее и оглянулся приглашающим. «Заходи, мое сокровище, не стесняйся». И в комнате возник зорко. Тайны генерального штаба Зорко округлил рот. Лена выбросил из кресла, будто катапультой. «Зорко!» «Лен!» И оба во все глаза на генерала с изумленным вопросом. «От чёрт!» — генерал вцепился в длинный подбородок. «Штабс-капитан! Какой осел догадался свести их вместе?» «Вы, господин генерал», — учтиво напомнил штабс-капитан. Видимо, он знал себе цену. «Чёрт, чёрт и чёрт!» «А что, собственно, произошло?» — осведомился штабс-капитан. «Теперь придется давать объяснение». «Им? Ну и дайте», — усмехнулся штабс-капитан. «Не все ли равно?» «А, да, вы правы. А вот что, друзья мои...» Генерал стоял посреди комнаты, по очереди смотрел на обалдевших Зорко и Лёна. «Значит так, господа, я понимаю ваше недоумение. Вы полагали, что идёте в два разных штаба. Выполняете задания в пользу разных воюющих сторон». «Конечно», — звонко сказал Зорко. «Это естественным и даже в какой-то степени правильным. Однако шли вы в один генеральный штаб. Подождите с вопросами, я объясню». Голос генерала окреп. Возможно, ему не впервые приходилось давать такие объяснения. Штабс-капитан неопределённо улыбался и смотрел на кресло со шлемом. Генерал продолжал. «С тех пор, как существует человечество, господа, существуют воины. Можно сказать, что они — такое же проявление стихийных сил, как наводнения, землетрясения, тайфуны. Они были и будут всегда. Но, в отличие от природных явлений, воинами можно управлять, можно их регулировать и даже заставить работать на пользу человечеству». Речь генерала звучала уже с привычной лекционной интонацией. Леон вдруг вспомнил полковника Дана с его приплюснутой головой. И показалось, что они похожи, что голова генерала также приплюснута, хотя на самом деле она была как огурец. «Именно эту функцию выполняет наш ОГШ, объединенный генеральный штаб. Он регулирует взаимодействие противостоящих армий с целью их адекватного, ну, выражаясь проще, чтобы все было в нужных рамках». «В каких это рамках?» — тихо спросил Леон. Он смотрел на Зорка, а Зорка на него. «В рамках? В таких. Воины — это процесс, необходимый для планеты, как кровообращение для живого существа. С их помощью можно развивать промышленность, повышать благосостояние тех или других стран, сокращать излишнее население». Штабс-капитан кашлянул. Стало тихо. У Лёна в ушах нарастал комарийный писк. Зорка вдруг опустил глаза. Он стоял, неловко сдвинув колени и сандалией носками внутрь. Одной рукой мял кромку коротеньких штанов, другой дергал зеленый матросский галстучек. Этакий насупленный четвероклассник в кабинете у директора школы. Лён сказал сквозь звон, «Господин генерал, разрешите вопрос?» «Разумеется, сублейтенант». «Господин генерал», — хотел сказать он, «значит, когда имперские войска, положив тысячи солдат, берут Йовский город и вдруг оставляют его? Или когда окружённые повстанцы получают по воздуху неизвестно откуда новейшее оружие? Или когда они уходят из окружения невредимыми? Или когда начинаются переговоры? А там бомба! Это всё ваших рук дело!» Он сказал короче, по-военному. «Господин генерал, следовательно, затяжной и переменный характер боевых действий, результат планов ОГШ?» «В основном и целом это так. Бывают просчёты, но...» «Господин генерал, можно я тоже спрошу?» Вдруг звонко перебил генеральскую речь зорко, не знавший военного этикета. «Да, мой мальчик». «А вот если едет автобус, а по нему стреляют из кустов гранатами, это значит всё равно, да?» «Что всё равно?» «Неважно, кто стрелял, да? Всё равно по вашему приказу». «Ну, друг мой, мелкие боевые эпизоды не входят в сферу наших задач. Мы занимаемся стратегией, а там уж на войне как на войне». «Но война-то она ваша! Вы её главные командиры!» Зорко спрашивал непонятным тоном, будто даже восхищался. «А в общем и целом...» согласился генерал. Зорко опустил руки, мельком глянул на Лёна, вытянул губы дудочкой. «Ух...» Генерал с терпеливым непониманием смотрел на растрёпанного мальчика в парусиновой школьной одежонке. «Что значит твоё...» «Ух...» «Я думаю, господин генерал...» «О чём же, дитя моё?» Мальчик сказал громко, чисто и честно. «Я думаю...» «Ух...» «Какие же вы сволочи!» У генерала дёрнулся кадык, но он сдержал себя, помолчал и кивнул. «Что же...» «Каждый имеет право на своё мнение. И на такое в том числе. Беда твоя только, что оно несовместимо с...» «Ну ладно...» «Штабс-капитан...» «Мы обойдёмся без дополнительной проверки». «А этого молодого человека...» «В камеру!» «Штабс-капитан шагнул, мягко взял зорко за плечо. Тот рванулся, отчаянно глянул на Лёна. Лён качнулся к нему. Но штабс-капитан своим телом, как поршнем, вдвинул мальчишку в дверь. И сам исчез. Дверь закрылась быстро и бесшумно. Буты не было двери. Карта. Вот и всё. «Жаль...» — сказал генерал. «Это был хороший мальчик. Но вы-то сублейтенант». «Что?» «Надеюсь, вы не разделяете детского негодования этого юного экстремиста?» Сказать, что разделяет, было бы слишком просто. А комарийный писк в ушах опять нарастал. «Господин генерал, что с ним сделают?» «Ну, вы же не ребёнок, вы офицер. И должны понимать, что мы не можем допустить утечки информации». «Понимаю», сказал себе Лён. «Бывают обстоятельства, когда не обойтись без жертв. Взять, например, ваше путешествие сюда. Эта акция стоила жизни капралу Кроху, расстрелянному по сфабрикованному обвинению, и мальчишке-садовнику, который повесился после шамполов». Качнула слегка. Лён, держись. «Господин генерал, а можно узнать, в чём суть информации, которую я доставил в генеральный штаб?» «А, в общем и целом можно. Она связана с наблюдением над озоновыми дырами. Нарушение озонового слоя в атмосфере имеет, оказывается, свои закономерности. Наблюдения проводились с двух точек, секретными полевыми обсерваториями с помощью новейших приборов. Результаты наблюдений вы и доставили. Выводы сформулированы и сверены. Они позволят возникать эти дыры искусственно, над любым городом, над любым скоплением войск. А без озонового слоя, солнце, бесшумное и беспощадное оружие». «Позволят возникать эти дыры», не мог не хихикнуть про себя Лён. «Генерал, небось, академию кончал». «Я понял, господин генерал. И про эти дыры, и про всё остальное. Весьма рад. Я так откровенен с вами, потому что вас рекомендовали именно сюда, в штат ОГШ, как подающего блестящей надежды молодого гвардейца». «Благодарю, господин генерал». «Но, по правде говоря, меня смущает одно обстоятельство. Откуда вы знаете второго гонца?» «Совершенная случайность, господин генерал. Просто однажды споткнула судьба». «Вот как?» «Да, господин генерал». А теперь помолчать хотя бы четверть минуты, собрать силы, напрячь каждую клетку. Пирамиду без помощи шлема уже не восстановить в памяти, но поле, где она жила столько времени, ещё не угасло. То напряжённое поле, в котором жужжали электрические мухи, у него ведь с памятью компьютера резонанс. Вот дрогнула, шевельнулась на экране зубчатая мозаика. Много ли надо такой тончайшей схеме? Представь, Лён, что пространство затвердело, сжалось, как сошедшиеся айсберги. Крушит каркас пирамиды. Там, в невидимых микросхемах приёмника. Ну, ещё! Встала мокрая спина. Затошнило. Это ничего. Лён вдавил ногти в ладони, задержал дыхание. Мозаика на экране дрогнула сильнее. Нет, она не исчезла. Она только сдвинулась. Между разноцветными зубцами возникли чёрные щели. Краски потускнели. Теперь это была мёртвая картина. возникло ощущение, что выключи монитор, а потом включи опять, и экран окажется пуст. А-а-а! Это из открывшейся двери кинулся к монитору штабс-капитан. Господин генерал, он же стёр запись! Что? Как? Генерал начал сутулиться и бледнеть. Штабс-капитан, немедленно вытрясти из этого щенка всё снова! Штабс-капитан стремительно успокоился. В голосе его Лёна почудилось даже тайное злорадство. Невозможно, господин генерал. В нём теперь этого тоже нет. Мерзавцы! Спустите шкуру! Штабс-капитан сказал слегка развязно. Какой смысл, господин генерал? Лишняя возня. Вы не должны были откровенничать с мальчишкой. Молчать! Виноват, господин генерал. Прикажете связаться с полевыми станциями? Они разбомблены, идиот! Это был единственный шанс, болван! Виноват, господин генерал. Лён за всем этим наблюдал с усталой безмятежностью, с пониманием, что последнее в жизни дело он сделал как надо. Голова всё ещё кружилась, но Лён всё же доставил себе удовольствие. «Ведите себя, как подобает высшему офицеру, мой генерал. Надо уметь достойно принимать поражение». «Убью!» тихо сказал генерал. Лён пожал плечами. «Это само собой. Только без зверства, ладно? Я всё же офицер». «Сволочь ты, а не офицер!» горестно сообщил генерал. «Каждый имеет право на своё мнение», обрадованно вспомнил Лён. «В том числе и на такое. Но зорко успел раньше». И вдруг отчаянно затасковал по-маленькому Зарита. Хоть бы секунду посмотреть ещё на него. Последний раз». «Убрать!» с чувством зубной боли велел генерал. Штабс-капитан кивком указал Лёну на дверь. Лён пошёл. На генерала не взглянул. Ничего уже не хотелось. Скорее бы. Они оказались в узком сером коридоре. Штабс-капитан пропустил Лёна вперёд и официально произнёс. «Руки назад!» «Идите в задницу, штабс-капитан», устало сказал Лён. И на ходу сунул руки в карманы. Дальше шли молча. Коридор петлял и был бесконечным. Слева светились лампочки. Справа на бетонной стене Лён увидел свою нескладную длиннонугую тень. У тени была взъерошенная голова и тонкая шея. «А ты мне нравишься», вдруг признался штабс-капитан. «Неужели?» «Нет, правда. Жаль, что ничего не могу для тебя сделать». Надежда тряхнула Лёна как озноб. «Можете». «Отпустить, что ли? Увы. У меня невеста. Зачем ей жених продырявленный как терка?» «Я не про то. Я... Можно мне к Зорко? Ну, к тому мальчику, чтобы мы вместе?» «Штабс-капитан, ну, вы же все-таки человек». «Да это пожалуйста. Туда и шагаем. У нас для такого дела одно помещение на всех».